4g вайфай роутер полностью автономный вариант интернет-магазин куфи на алиэкспресс многие знают очень много там роутеров усилителей сигналов вайфай все что связано с роутерами с усилителями с модемами все на том магазине ссылку я оставляю в описании под видео на этот аппарат и соответственно у меня есть на обзорах еще их роутеры но уличные варианты если это вариант для помещения то прошлые варианты полностью могут работать под открытым небом ссылки я оставляю заходите так в комплекте сам роутер видите сколько у него вайфай антен такой вот красавчик с информационным дисплеем он идет вот маленький дисплейчик информация далее давайте уже комплектацию инструкция простыня большая английский китайский язык в общем то можно и ознакомиться с инструкцией будет полезно но в общем то никаких вас особенно настроек вносить не нужно несколько моментов есть метровый патч корт рж 45 и блок питания увесистый такой наверное с реальными характеристиками 12 вольт один ампера как камеры видеонаблюдения подключаем 12 вольтовый блок примерно такой же этот с таким же разъемом идет блок питания что интересно в этом роутере есть встроенный аккумулятор задняя часть разъем питания 12 вольтовый для подключения блока питания универсальный разъем ван и лан можно в настройках переключать может этот роутер работать как раздавать интернет подключить подключенный по кабелю для sim-карты слот для мини sim-карты указано как устанавливать ее кнопка включения выключения маленькая такая кнопка сброса к заводским установкам и порт тайп си возможно можно подключать и пятью вольтами которую роутер и заряжать его аккумулятор то есть по сути это универсальный вариант даже в автомобиле использовать подключив его или 12 вольтами или пятью вольтами как обычно ты подключаешь смартфон свой заряжаешь аккумулятор в автомобиле через адаптер в прикуривателе крепление на стену вентиляционные отверстия везде везде они по периметру идут качественно выполнен резиновые ножки идут хороший устойчивый корпус классный и вид у роутера тоже классный включение производится просто перед этим понятно что sim-карту нужно установить мини sim устанавливаю оператора life перед этим пополнил счет есть деньги на карточке установил не подключаю никаким блоком питания потому что используем встроенный аккумулятор нажимаю на кнопку и удерживаю обычное включение до появления заставки на информационном дисплее таком вот маленьком обычная загрузка несколько секунд роутер загружается и тут напрямую зависит в каком месте установлен роутер какой сигнал по качеству мобильного оператора в этом месте загрузился определилась карточка life цел уровень сигнала и пишет 3g 4g или 2g сообщение есть на карточке 4g hotspot и еще какой-то значок в зависимости наверно подключение кабелем есть или нет дисплей чисто информационный переключение информации можно сделать один раз нажав на кнопку здесь видим название роутера который будет у вас в списке роутеров вай фай и пароль вай фая от 1 до 0 который нужно будет заменить и заменить это можно будет сделать через войдя в веб-интерфейс роутера или на смартфоне или на компьютере зашел в настройки вай фай смартфона сеть определилась 4g как у нас здесь прописано роутер кликаю автоматически подключается потому что первый раз я уже вход сделал запрашивает пароль вводите 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 зашел в youtube youtube открывается тут напрямую зависит от как я вам сказал от качества интернета раздана раздаваемого оператором и от качества сигнала в моем случае качество сигнала на очень плохом уровне вот не 4g 3g сигнал и несколько всего лишь делений ролики воспроизводятся и вроде бы даже в хорошем качестве то есть роутер работает без проблем и никаких в общем то настроек никаких не нужно вносить карту установил подключил работает с этой стороны у нас есть индикация по остаточному заряду аккумулятора аккумулятор полностью заряжен ну и если будешь заряжать то соответственно также должна быть какая-то индикация сейчас мы и посмотрим подключаю разъем и подаю питание зеленый светодиод на индикатор на блоке питания есть и процесс зарядки до зарядки аккумулятора идет уверен я что там есть плата заряда разряда то есть контроля и можно оставлять в буфере вот так и вас получается на встроенный аккумуляторах служит как бесперебойником пропало питание 220 роутер работает на аккумуляторе появилось питание блок питания автоматически включается и под заряжает аккумулятор который был разряженный то есть такое себе бесперебойник и реально это классно для роутера установлен в него аккумулятор литиевая сборка скорее всего если найду как разобрать то вскроем заявлено 5 200 миллиампер час вон я вижу с этой стороны есть стоит аккумулятор 5 200 миллиампер час не указано время работы сколько на нем проработает роутер ну понятно что есть много факторов если можно включить что роутер через какое-то время если не будут подключены к нему пользователи у переходит в режим в режим сна поэтому чем больше пользователей чем больше нагружен роутер тем будет больше идти разряд аккумулятор все зависит от ситуации количество пользователей показано единичка и роутер может подключать к себе 10 пользователей подключил 5 вольтовый блок питания кабель тайп си 5 вольт 2 ампера и подключаю сеть 220 смотрим до идет зарядка аккумулятора также от 5 вольтового блока питания то есть по сути ты в автомобиле можешь или подключить кабель юсби а тайп си в адаптер который установлен в автомобиле в прикуривателе который выдает 5 вольт и заряжаешь ты им свой смартфон или же попросту пауэрбанком пауэрбанком также можно подключать этот роутер и пауэрбанк будет заряжать аккумулятор до полного отключится и роутер будет работать на аккумуляторе то есть также в буфер можно его будет ставить на компьютере вхожу вай фай и выбираю также роутер ввожу пароль по требованию в поисковой строке браузера 192 168 199.1 заходим в веб-интерфейс нашего роутера пользователь админ пароль админ веб-интерфейсы роутеров всех похожи в этом есть уже русифицированная прошивка информация по сигналу по интернету сообщения пользователей количество какое два сейчас компьютер и смартфон домашней странице слева рамка с пользователями информация по пользователю mac адрес ip адрес все есть и все понятно следующий статус информация полная по устройству номер sim карты и мэй 1 и мэй 2 и все остальное mac адреса статистика трафика такая вот информация в онлайне даже есть до скорость передачи скорость приема все можно смотреть ограничения трафика настраивать скачать драйвера какие то есть sms получали открываются sms телефонная книга также будет вам доступна с веб-интерфейса далее настройки и здесь в общем-то все также понятно выбор сети настройки набора в общем-то все здесь в автомате стоит apn также также не требует никаких перенастроек способ подключения вот если кабелем подключим то можем переключить ну или в автомате она переключится пепел и динамический lan по настройкам вайфай нужно будет зайти и поменять пароль стандартный вот этот от 1 до 0 ставите свой имя устройству также можете заменить назвать роутер там свой как захотите и пароль доступа по вайфай то что нужно здесь также максимальное число клиентов можно менять и время засыпания если не пользуются никто роутером он может перейти в режим сна по умолчанию никогда и помол по умолчанию максимальное число клиентов стоит 10 настройки устройства и здесь ты можешь поменять вход в админку имя пользователя и пароль также ты можешь здесь заменить входа именно в веб-интерфейс что также нужно сделать немаловажный момент если у тебя на карте установлен пин-код то его желательно снять чтоб не карта сим-карта не запрашивала пин-код при включении это можно сделать в роутере через настройки управление пин в моем случае деактивирована параметры роутера функция dhcp по умолчанию включена ее невозможно деактивировать то есть роутер будет присваивать с такого-то по такой ip-адрес своим устройством которые к нему подключены ну и обновление системы скорее всего там можно обновить если вы уст файл будет вас на флешке установили выбрали или на компьютере в папке или же через интернет наверное также можно это сделать вот здесь в общем то вся инструкция всегда под вопросами есть прошел как-то мимо смотрите уровень заряда аккумулятора дисплей через какое-то время отключается для экономии аккумулятора и включить его можно наверное нажав на кнопочку насколько мощный сигнал наверно будет интересно многим как раздает вайфай на какое расстояние вот примерно то же самое как ваш домашний роутер вот у меня tp-link archer а икс кажется 73 тоже куча антенн у него вот такое же количество похож он примерно на этот роутер в сигнал на том же уровне вот я выхожу по своему двору хожу подключаюсь на тот роутер примерно такой же сигнал и примерно такой же сигнал по мощности вайфая с этого роутера раздается на сегодня все отличное универсальное устройство по моему мнению очень классно что встроенный аккумулятор имеется очень классно что 12 вольт 5 вольт можешь использовать блоки питания для подзарядки и работы с этим роутером универсальное устройство очень классная на сегодня все подписывайся на канал всем удачи и до следующих видео в telegram заходи продаю там тебе этот роутер по цене aliexpress в украине